Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. В Казахстане вернулись артисты муниципального театра «Задумка». Они приняли участие в фестивале русско-корейской дружбы. Качество снимков самарского спутника АЭС-2Д оправдало все ожидания. Сейчас проходит летное испытание аппарата, который отправился на орбиту в первую пусковую кампанию с космодрома «Восточный». Спутник подтвердил свои высокие технические характеристики. Специалисты уверяют, самарский АЭС-2Д по показателям опережает многих российских конкурентов. Как выглядит сеанс приема информации из космоса, увидела Валерия Макарова. АЭС-2Д – гордость самарских инженеров. Спутник, созданный учеными РКЦ «Прогресс» и Университета имени Королева. Это первый аппарат дистанционного зондирования Земли, который не только спроектирован и собран в Самаре, но и наши же специалисты ведут спутник по его орбите и проводят сеансы связи. Ну, если не на крыше мира, то точно можно сказать, что мы находимся на крыше «Прогресса». Сзади меня сфера, а внутри нее антенна, которая принимает сигнал из космоса. Внизу специалисты этот сигнал расшифровывают, чтобы увидеть Землю такой, какой ее видит наш самарский АЭС-2Д. В комплекс обработки поступает Рафаэл. По Рафаэл, он представляет собой некую такую структуру букв, цифр, знаков, которые структурированы там в столбце и в строке. И на первый взгляд обычному обывателю как бы непонятно, что это такое. Все это начинает преобразовываться в видеоданные, одновременно формируется телеметрия. Телеметрическая информация подтверждает, а АЭС-2Д надежды своих создателей оправдывает. И прежде всего это касается оптико-электронной аппаратуры «Аврора». Это фактически комплекс, через который ребята, операторы, в основном молодые ребята, мог заниматься съемкой земной поверхности. Их можно сравнить с фотографами, у которых на вооружении очень хорошая и дорогая техника. В сутки АЭС может снимать более 80 тысяч квадратных метров земной поверхности. Это как две Швейцарии. Причем для аппарата это не предел, уверены специалисты. Свой первый снимок комплекс сделал 11 мая. И с тех пор отснял больше 3 миллионов квадратных километров земной поверхности. Высокое качество кадров не может не радовать специалистов, ведь это значит, что все конструкторские и технические решения были верными. Аппарат действительно сейчас прилично работает. У него высокие качественные характеристики для своего класса. И все блоки устройства работают нормально. И мы постоянно получаем информацию с этого космического аппарата. При их характеристике разрешения порядка двух метров из полосой захвата, таких аналогов, ну и даже не то что в нашей стране, в общем-то они конкурентоспособны и западными спутниками. Для прогресса АЭС-2Д первенец в нише малых аппаратов дистанционного зондирования Земли. Он позволит делать недорогие, но качественные изображения земной поверхности в различных диапазонах. Возможностями АЭС-2 уже заинтересовались в МЧС России и госцентре природы, где занимаются картами и планами городов. За время испытаний спутник отснял уже почти весь мир. Ну а над родной Самарой АЭС-2Д пролетает каждую неделю. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Прогресс наметился и для опорного вуза региона. Самарский технический университет сделал большой шаг вперед, объединившись с архитектурно-строительным вузом. Об этом говорил Николай Меркушкин, студентом САМГТУ. Какие еще вопросы обсуждались на встрече, знает Андрей Горгуленко. Самара станет привлекательнее для абитуриентов из других регионов. Правительство области рассмотрит возможность 50-процентной компенсации проезда для иногородних студентов. Может, если мы так сделаем, еще больше к нам приедут. Спасибо. А мы в этом заинтересованы. Во всю заинтересованы. Поэтому посмотрим, может, не все поездки, а в год несколько поездок. Ну, там где каникулы или еще что-то, там праздники длинные. Вопросы у студентов были самые разнообразные. Говорили о необходимости поддержки баскетбольной команды и КВН-движения. Политеховцы также затронули вопрос о благоустройстве города, а в частности улицы Молодогвардейской, на которой располагается множество корпусов нового объединенного вуза. Хотелось бы выразить вам огромную благодарность за благоустройство нашего города и за строительство дорог. Планируете ли вы проводить комплексное благоустройство улицы Молодогвардейской? Планируем. И планируем там уже рассматривались проекты. Более того, на этот год уже выделены деньги. И будем продолжим от фасада до фасада. Улицу эту полностью будем делать. Николай Меркушкин обратил внимание молодых людей на социально-экономическую ситуацию в регионе и политическую ситуацию на мировой арене. Он уверен, молодежи очень важно разбираться в происходящем, чтобы ориентироваться в постоянно меняющемся мире. Андрей Горгуленко, События. 90 тысяч жителей, почти 150 квадратных километров, промышленные предприятия. Красная Глинка, Жемчужина, Самары. Району есть чем гордиться, но и проблем немало. Нехватка места в детских садах, водовод, ливневки и многое другое. На встрече с Николаем Меркушкиным жители, которым не все равно, смогли задать вопросы и получить на них ответы. Наш корреспондент расскажет подробнее. В зале Дома культуры Чайка нет свободного места. На встречу с Николаем Меркушкиным активисты Красной Глинки пришли со своими вопросами, пожеланиями и предложениями. Так и аэропорт Курумыч, новый терминал которого был открыт в прошлом году, заслуживает особого внимания. В следующем году аэропорт Курумыч, красавец, он сегодня в фильме тоже был, исполняется 60 лет со дня образования. Это один из немногих аэропортов, который в новой стране строился на уместе. Давайте день рождения нашего аэропорта, воздушной столицы губернии, сделаем общенародным праздником. Говорили жители Красноглинского района и о проблемах, которые необходимо решить в ближайшее время. Это и качество воды в управленческом, и строительство ливневой канализации. Волнует жителей скорейшее завершение капитального ремонта Дома культуры «Октябрь». Долго Дом культуры «Октябрь» передавался с баланса на баланс, и пожарная сигнализация была запущена. А посему решением районного суда он закрыт. Теперь нужно отремонтировать кровлю, запустите пожарную сигнализацию, и пусть Дом культуры функционирует и ремонтируется. А по поводу обновленного ДК «Сатурн» звучали слова благодарности. Много лет жители ждали ремонта, но решился вопрос только в последние годы. В центре внимания, перспективы развития региона. В Самарской области произошли значительные перемены. Строятся дороги, спортивные объекты, школы и детские сады, доступное жилье. Много сделано при поддержке федеральной власти. Чтобы позитивные преобразования продолжались, необходима поддержка всего общества, единение людей. Сегодня все политологи считают, что выборы этого года, эти выборы, которые будут 18 сентября, они будут самые сложные, самые ответственные, самые важные. Мы должны этот барьер пройти с вами так, чтобы потом можно было друг другу на самом деле и в лицо говорить все, что мы хотим сказать, чего хотим просить, чего хотим потребовать. Десятки вопросов задали на встрече жители Красноглинского района, передали сотни письменных обращений. Каждая будет рассмотрена и отправлена на отработку. У Марина Кравцова, Мариана Мирная, Максим Гусев, события. Побывали на краю света, а заодно укрепили российско-корейскую дружбу. Юные артисты детского театра «Задумка» и дуэт «Балалайка» вернулись из города-побратима Самары Корейского Тханьона. Там проходил музыкальный фестиваль. Впечатлениями от путешествия ребята поделились с Ларисой Шалафаст. Корейских зрителей Василиса Авдонина на фестивале удивляла русскими народными песнями. Признается, выступать было волнительно и очень ответственно. Самарская делегация посетила город-побратим Тханьон впервые. К фестивалю готовилась тщательно, подбирая репертуар. У меня в основном были две подвижные песни. Одна была «Россия». Я все-таки настояла на том, чтобы поставить такую более душевную песню, чтобы все-таки показать, что в России не только у нас такие веселые народные песни, все-таки у нас есть еще и такая душа. Надеюсь, они почувствовали. Я и пыталась им излить свою душу. Фестиваль посвящен великому морскому сражению Прихан Сандо, которое повернуло ход истории и не позволило Японии уничтожить флот Кореи. Самарские творческие коллективы приняли участие в трех концертах. Им удалось не только пообщаться с корейскими исполнителями, но и рассказать об истории русских народных песен. Когда Василиса наша пела «Дорога длинную», к нам подошли и сказали, что это французская песня, потому что они ее знают и любят, и она как бы у них там известна настолько, но они ее знают как французскую. И когда мы им сказали, что нет, это вот русская, то они даже объявили об этом на самом фестивале. И корейцы немножко загудели и как-то так восприняли очень. Для их неожиданность была, что это русская музыка. Участники самарских творческих коллективов побывали на приеме у мэра города Тханьон. Местные власти высоко оценили мастерство юных артистов. В свободное от концертов время ребята гуляли по городу и остались под большим впечатлением. Концерт-холл – это филармония корейская. Это вообще для меня такой восторг. Там, во-первых, зал шикарный, большой, вообще очень красиво. И очень… Да, мы были в храме Будды, там все так красиво, там все зеленое, там очень много растительности. Организаторы пригласили самарцев принять участие в следующем корейском фестивале. Юные артисты задумки надеются выступить в Корее не только с вокальными, но и с хореографическими номерами. Лариса Шалафас, Сергей Баскин, События. А теперь коротко о других темах дня. В Октябрьском районе Самары на нескольких улицах пройдет замена дорожного полотна. На это направят средства федерального бюджета. Ремонт инициировали по просьбе активистов. Они просили привести в порядок улицы Ярошевского и Мичурина и Скляренко. Мотивируя это тем, что улица Ярошевского соединяет две главные артерии города – Московское шоссе и улицу Новосадовую. Школьные сумки вне закона. В Самарской области с Казахстана ввезли контрафактный товар. Более тысячи школьных сумок для смены обуви имели поддельный товарный знак. Контрабандисты привезли их на машине. Правообладатель оценил ущерб почти в миллион рублей. 145 тысяч пачек контрафактных табачных изделий не дошли до потребителя. Подделку обнаружили самарские полицейские в одном из гаражей на улице Новосадовой, где и осуществлялась продажа. По данным силовиков, на упаковках не было соответствующих маркировок, подтверждающих качество продукции. Силовики задержали 35-летнего мужчину, который продавал контрафакт. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Иск за рекламу. Прокуратура Ленинского района Самары обратилась в суд с двумя исками. Ведомство требует признать запрещенной информацию о магнитах для приборов учета газа, воды и электроэнергии. Сотрудники прокуратуры нашли сайты с этими данными во время мониторинга интернета. Материалы содержали сведения о магнитах, которые помогают сматывать показатели без повреждения корпуса и пломб. В настоящее время иски прокуратуры находятся в стадии рассмотрения. В Самарской области стартовал прием заявок на участие в областной общественной акции «Народное признание». Он продлится до 21 сентября. В этом году появились две новые номинации. Одна из них – «Поколение будущего». Конкурсантами в ней могут стать учащиеся профессиональных образовательных организаций и вузов, которые участвуют в социально значимых проектах, а также достигшие значительных результатов в научной, культурной и спортивной деятельности. Вторая номинация – «Открытие и созидание». Конкурсантами в ней могут быть люди, достигшие значительных результатов в своей профессиональной научной и научно-практической деятельности. Подробно об условиях подачи заявки для выдвижения на участие в акции можно узнать на сайтах правительства Самарской области и Министерства культуры Самарской области. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках новостей. Сцены из жизни экипаж в режиме реального времени. В аэропорту Курумыч сегодня было жарко. Там прошли учения пожарных по спасению экипажа. В самом Саку в Самаре открылся завод по производству фруктовых напитков. На низком старте в 11 городах России одновременно стартует отборочное интервью с волонтерами, которые будут работать на чемпионате мира по футболу. На этом наш выпуск завершен. Увидимся!